Нас то и дело пугают апокалипсисами, поэтому неудивительно, что люди боятся. И, наверное, не зря. Ведь если он наступит на нашей планете, то все люди погибнут. А приспособиться к новым условиям смогут бактерии, с которых и началось все живое на Земле. Но, может, не только бактерии способны выжить. Существуют ли более сложные организмы, способные выжить в нечеловеческих условиях? Антарктический криль Это существо может погибнуть из-за глобального потепления. Антарктический криль – это маленький рачок длиною в наш мизинец. Им питаются пингвины, тюлени, киты, альбатросы и многие рыбы. В сумме эти рачки весят больше, чем любой другой вид. Их общий вес доходит до 700 миллионов тонн. Многие очень любят тепло. А вот антарктический криль любит холод и очень страдает, когда ему не дают находиться подо льдом. Лишь четверть площади обитания криля остается без льда. Остальная территория покрывается льдом. Из-за глобального потепления площадь, покрытая льдом, уменьшается, так как эти рачки обитают в толще воды. Единственным вариантом для личинки была возможность зацепиться в порах ледяных пластов. Если миру грозит апокалипсис в виде глобального потепления, то крилю не удастся выжить. Но если случится ядерная зима, антарктический криль имеет намного больше шансов. Тихоходка. Этот обитатель водной среды имеет и другие названия, как водяной медведь или тардиград. Тихоходка – это дальний родственник пауков и насекомых. Взрослая особь имеет размеры не более 1,1 мм в длину и весит не более 1,5 мг. Взрослые особи только размером отличаются от только что вылупившейся тихоходки. За особую манеру передвижения эти существа получили название водяной медведь. Название придумал биолог Ладзарос Паланцани, который смог опровергнуть зарождение жизни из неживой материи. Многие ученые поддержали его теорию, но если бы он доказывал свою теорию на тихоходках, возможно бы и не получил столько сторонников. Эти существа зарождаются, как и многие другие из яиц, но они же и могут выжить в тяжелейших условиях, которые уже не выдерживают червячки и инфузории. Когда водяных медведей находили на морском дне в горячих источниках, ученые предположили, что эти существа могут выдерживать еще более некомфортные условия. В конце 20 века была опубликована статья о том, что тихоходки смогли выжить после 10 лет лет литургии в сухом мху. В начале 21 века в другой статье шла речь о том, что спустя 120 лет в сухости тихоходка пошевелила лапкой. Но большинство экспертов усомнились в этом, списав на зрительный обман. В 1998 году японским ученым был проведен эксперимент. Они поместили обезвоженных водяных медведей двух разных видов в контейнеры и опустили их в жидкий перфтор углеводород. Около 20 минут тихоходки были под давлением 600 мегапаскаль. Такое давление в 6 раз выше, чем на дне Марианской впадины. После этого около 90% тихоходок выжили, несмотря на то, что все бактерии известной науки погибают еще при давлении в 200 мегапаскаль. Но самые нереальные способности тихоходки показали, когда они отправились на околоземную орбиту на 10 дней. Яйца тихоходок и взрослые особи находились на наружной стенке спутника. На них воздействовали прямое солнечное излучение и температура космоса – минус 272 градуса. Даже после таких нечеловеческих условий выжили 68% тихоходок, а яйца этих существ ничем не отличались от обычных. Ученым пока непонятны такие особенности тихоходок, ведь бактерии не обладают такими способностями и выносливостью. Бракониды. Большинство людей не любят насекомых. У многих они даже вызывают панику и страх. Бракониды – паразитические осы. Не стали исключением. Хоть они и более изящны, эти осы откладывают яйца в тело бабочек, жуков, их личинах с помощью огромного яйцеклада. Личинки этих ос содержат в себе ручные вирусы, благодаря которым уже множество лет они могут прекрасно себя чувствовать в телах других насекомых. Несмотря на то, что эти осы паразитируют на вредителей сельского хозяйства, тем самым помогая людям, приближаться к ним все же не хочется. Бракониды выдерживают огромную дозу облучения – до 1800 грей, в то время как человек умирает от дозы в 200 раз меньшей. Учитывая то, что при облучении возможны различные мутации ДНК, страшно представить, как будут выглядеть эти осы в атомном будущем и куда они будут откладывать свои яйца. Но при таком уровне облучения человечество погибнет, а в живых останутся только тихоходки, бракониды, мухи, дрозофилы, некоторые бактерии и микроскопические водоросли. Этим существам придется серьезно пересмотреть свой рацион, ведь все существа и организмы, которыми они питались, исчезнут. Помпейский червь. Это существо, в отличие от антрактического криля, очень любит тепло. Он обитает в гидротермальных источниках в Тихом океане. Когда червь был обнаружен, ученые полагали, что он способен выдерживать температуру воды выше 60 градусов. Но проверить это лабораторно не получалось. Червь погибал при давлении воды ниже определенного числа. Не так давно ученым все же удалось достать червя из океана, не снижая давление воды на него, и поместить в аквариум, нагретый до 55 градусов. Ни один червь не выжил в этой температуре. Ведь у них нет механизмов защиты от высоких температур. Дальнейшие эксперименты показали, что эти черви нормально себя чувствуют при температуре 42 градуса. Помпейский червь имеет одну особенность. Хвост червя находится в горячей воде, а голова высовывается и находится в воде при температуре 22 градуса. Быть может, если нагреть только хвост червя до 60 градусов, он сможет выжить. Голый землекоп. Практически все млекопитающие не отличаются особой выживаемостью в неблагоприятных условиях. Но есть среди них одно существо – голый землекоп. Этот маленький лысый грызон как-то смог достичь всех главных целей человечества, при этом не обладая большим мозгом или особо развитой цивилизацией. У этих животных существует своя иерархия. В этом царстве матриархата из десятков особей размножаться имеют право несколько самцов и одна самка. Тело этих существ не чувствует боли, они не реагируют на кислоту, а перец не раздражает их слизистые. Почему-то сердце у голого землекопа не стареет. Живут они до 30 лет. Это примерно в 10 раз дольше, чем такие же зверьки соответствующего размера. Эти животные не болеют раком, спокойно обходятся без кислорода около 30 минут и стараются все время жить под землей, даже не высовывая носа из норы. Особенно поражают возможности этих зверей находиться так долго без кислорода, ведь человек погибает уже после 50 минут без воздуха. Гриллоблатиды. Эти бескрылые насекомые живут в горах, во льду и в снегах на территории США, Японии и Сибири. Это существо может погибнуть, если его взять в руки. Гриллоблатиды ведут ночной образ жизни, поэтому его тяжело встретить. Они отлично себя чувствуют при температуре от 1 до 4 градусов тепла. Когда холодает, они могут замерзнуть, именно поэтому эти насекомые находят укрытие под слоем снега. Их рацион состоит в основном из трупов насекомых или листьев. Главной загадкой остается то, как и где они находят пищу. Ведь другие насекомые не обитают на ледниках, и растительность там минимальная. Как видим, если случится любой апокалипсис, на Земле существуют животные, способные выжить. Человек, как и любое млекопитающее, погибнет в первую очередь. Поэтому человечеству следует сделать все возможное, чтобы избежать любой экологической катастрофы и дальше обитать на нашей прекрасной Земле. Всем до встречи!